Как выгоднее вести бизнес? В свободной экономической зоне или в обычном режиме? Все зависит от того, какой тип бизнеса вы хотите вести. Дело в том, что свободные зоны немного отличаются условия от ведения бизнеса на основной территории Республики Молдова. Если вы занимаетесь производством экспорта ориентированных товаров, у вас и сырье импортное, и в дальнейшем продукцию свою большую часть, хотя бы желательно все вы экспортируете, тогда вам выгоднее вести производственную деятельность в свободной зоне. Также такие виды деятельности, как внешнеэкономическая деятельность, сортировка, маркировка, упаковка транзитирующих товаров – это тоже как раз идеальное условие для того, чтобы этим заниматься в свободной экономической зоне. Чем отличается ваш СС от других зон? Концептуально она ничем не отличается, потому что все зоны, на данный момент их 6, было 7, на данный момент 6 свободных зон, они все регламентируются одним законом, и мы действуем по одним общим принципам. Да, конечно же, у нас есть свои законы, отдельно по каждой зоне, но которые регламентируют только территориальное расположение этой зоны, срок действия этой зоны, а в остальном, все остальные положения, они одинаковые. Мы отличаемся тем, что мы расположены исключительно в Гагаузии, у нас несколько субзон, которые расположены в Уконештах, в Камрате и в Чедерлунге. Какую необычную продукцию выпускают резиденты и куда она экспортируется? Довольно-таки широкая линейка продуктов и вообще разнообразная. У нас есть переработка сельхозпродукции, можем так назвать эту категорию, это винодельческое предприятие, предприятие, которое перерабатывает горох, добывает из него белок и крахмал, высококачественный продукт, который экспортируется. Единственное такое производство в регионе, экспортируется исключительно пока в европейские страны, но ищем еще и другие рынки для них. Строительные материалы, очень крупное предприятие Румынское, которое производит сетку строительную для энергоэффективных зданий. Автомотив в Камраде предприятие и здесь, конечно, еще одно предприятие Автомотив, которое запускается в этом году, из композитного материала будет производить детали для автомобилей. Это производство нефтепродуктов, мазута и других производных, растворителей, то есть довольно-таки широкая линейка производства. Есть еще одно новое немецкое предприятие, в этом году запустилось, производят элементы и продукты для фармации, для красоты. То есть в данном случае это нагревательные коврики, которые продаются в аптеках очень часто для почек, для шеи, для ног и так далее. Ну, экспортируется в большинстве своем от страны Европейского Союза. Это и Германия, Италия, Румыния, очень широкая линейка экспорта. Если брать сельхозпродукции, это чаще всего, или производные сельхозпродукции переработаны, это Чехия, Польша, Прибалтика, Россия, Беларусь. До сих пор у нас есть еще экспорт эти страны. После начала войны, к сожалению, логистика усложнилась и в меньшей степени сейчас продукция экспортируется в страны СНГ, но все равно сохраняется определенная пропорция. Ну, льготы надо рассматривать, делить на две категории. Это таможенные льготы и налоговые преференции. Таможенные для тех резидентов, которые зарегистрировались до 1 июня 2024 года. Есть специальный режим таможенной переработки свободной зоны. Все, что здесь завозится, завозится без таможенных пошлин, без НДС, без акцизов, перерабатывается и в дальнейшем экспортируется. Если мы говорим о налоговых льготах, то наши резиденты, которые занимаются производством, имеют 50% скидки на подоходный налог юридических лиц. Те резиденты, которые инвестируют более миллиона долларов на 3 года, освобождены от подоходного налога, а те, кто инвестирует более 5 миллионов, на 5 лет, освобождены от подоходного налога. Какие возможности есть у резидентов? В первую очередь свободные зоны создавались для производства экспортоориентированных товаров. То есть это специально ограниченная таможенная территория, где на месте есть и таможенный пост. Мы помогаем развивать инфраструктуру этой территории. Предприятия приходят и перерабатывают продукцию с целью ее экспорта. В данном случае предоставляются льготы и помощь как администрации свободной зоны, агентства по привлечению инвестиций, министерства экономики для решения различных проблем, с которыми сталкиваются производители. То есть они не один на один с этими проблемами, но мы стараемся им помочь. Легче ли резидентам получить грант ЕС? И почему легче или сложнее? Все зависит от того, какие гранты хочет получить резидент. Потому что есть некоторые гранты, которые распределяются национальными фондами, какими-то агентствами национальными или же напрямую Европейского Союза. Много примеров мы не сможем привести подобных проектов грантовых, но насколько мы знаем, по некоторым из этих проектов сталкиваются с резидентной сложности с тем, что эта территория считается обособленной таможенной территорией. Практически все, что здесь находится, находится за пределами таможенной территории Молдовы. И исходя из этого, некоторые фонды отказываются предоставлять гранты для резидентов свободных зон, потому что считается это практически как за территорией республики Молдова. Но несмотря на это, наши резиденты пользуются поддержкой грантовой. Это в первую очередь ОДА, сейчас проект 373. Наши резиденты, некоторые уже воспользовались этой грантовой поддержкой. За счет средств Европейского Союза, чаще всего эти грантовые средства и льготные кредиты предоставляются. Используют ли резиденты СЭС альтернативные источники энергии? И как это помогает и им, и всей СЭС? К сожалению, не так много резидентов пользуются альтернативными источниками энергии. У нас есть резиденты, которые, в первую очередь, это девелоперы, те, которые строят здания для сдачи в аренду. В Камрате последний пример. В этом году была сдана в эксплуатацию новая промышленная площадка. На крыше этого здания установлены солнечные панели. Для того, чтобы большую часть расходов на содержание данного здания окупалась за счет этих солнечных панелей. Но сложности в том, что, находясь в свободной зоне, все, что заходит на территорию свободной зоны, тут все, что выходит из территории свободной зоны, должно декларироваться. С какими сложностями эти резиденты сталкиваются при переходе к зеленой энергии? Проблема, с которыми сталкиваются резиденты при переходе на зеленую, с тем, что если производить на территории свободной зоны только для своих целей, то это более ограниченное производство. И для этого нужно использовать аккумуляторы, которые накапливали бы и позволяли бы резиденту использовать только свою электроэнергию. Если резидент производит энергию, которая превышает те нормы, которые он потребляет, в таком случае возникает сложность в декларировании. Это излишек электроэнергии, которые попадают обратно в сеть. Получается, они выходят из свободной зоны. Потом опять потребление возрастает, потребляют излишки электроэнергии из сети. И в данном случае возникают вот эти сложности с поставщиком электроэнергии, с декларированием этого всего. В результате своей деятельности резиденты постоянно сталкиваются с какими-то сложностями, проблемами, как в диалоге с местными властями, с региональными властями, с национальными, или по каким-то взаимодействиям с учреждениями Республики Молдова. Мы, как администрация свободной зоны, конечно же, стараемся помогать в этом. Те вопросы, которые находятся в нашей компетенции, мы решаем очень оперативно. Если нужна поддержка в диалоге с местными властями или центральными, то мы подключаемся и стараемся, конечно же, ей помогать. С начала своей деятельности с 1998 года в свободную зону Балконеж было инвестировано на более 33 миллионов долларов. Из них только в прошлом году было более 7 миллионов долларов инвестировано. То есть мы привлекли это инвестиции на строительство производственных площадок новых, в оборудование. У нас есть некоторые предприятия действующие, которые расширяются в свое производство, а также есть новые резиденты.